Всех поздравить с воскресным днём! Сегодня уже начинаются предугодовительные недели к Великому посту уже такое начало В начале воскресенья уже начнутся и триолы петься постовые песнопения начнутся Уже потихонечку готовимся к началу подготовки к Пасхе И сегодня нам Церковь предлагает евангельский отрывок о всеми нами знакомом Закее Человеке, которого, другими словами, можно назвать чиновником Который работает на государство, на власть, которую пришла Которая захватила Иерусалим, свои правила установила И будучи иудеем, он для иудеев является предателем Является таким алчным, нечестным Является таким лживым человеком Но при этом работающим вот на государство И его никто не любит, его никто не ценит Потому что помимо тех положенных сборов, которые положено было сдавать Он еще и брал себе за работу То есть брал столько, сколько посчитает нужным Тем самым вот этот лицемерие, вот этот обман И являлся тем камнем преткновения Как раз таки, что человек лживый И действительно, часто человека мы недооцениваем Часто мы человека не видим изнутри Мы часто видим его только лишь по его физическим поступкам По работе человека, чем он занимается Даже будучи чиновником он совершает эти сборы А мы не знаем, а по какой причине этот человек начал служить вот этой римской власти По каким причинам он стал таким, каким он стал Обманывая своих же соплеменников Обманывая своих же горожан Для того, чтобы самому обогатиться И никогда мы не задумаемся И не начнем искать, чего же что-то хорошего в этом человеке Потому что по его профессии мы будем видеть Что он только лишь лживый и плохой человек Вот точно так же часто и мы замечаем Только лишь плохие какие-то вещи И в чиновниках, и в каких-то профессиях Которым непосредственно мы связаны Непосредственно с которыми мы сталкиваемся каждый день в будничной жизни И мы никогда не задумываемся А почему же люди такие лживые, обманчивые Где-то нечестные Но никогда не постараемся найти чего-то хорошего И вот Зайхей, скорее всего, он просто-напросто потерял понимание Понимание, что же такое любовь Или правильно сказать, кто такое любовь И когда он услышал об этом, что вот есть тот Он пришел, он проповедует, он дает силы Он дает жизнь, он настреляет И тогда он понимает действительно, что в его жизни что-то не так И ведь если бы все у него было бы прекрасно Он бы не начал искать проблемы в своей жизни Он бы не начал искать решение проблем в своей жизни Он бы просто жил, довольствовался Но так как у него и был достаток физически Так как у него был достаток финансовый Он все равно счастливым больше и не стал При этом он продолжал переживать и искать И вот этот зов сердца его постоянно манил И когда он услышал, что Христос, того, кого называют Христом, Мессией Что он и есть Мессия Идет в ихний город Иерихон В ихний город Он хочет с ним встретиться Он проявляет это желание Но не напрямую, а просто издалем Засев на одну из веток дерева над дорогой И просто хотя бы понаблюдать, что же это за человек На что потом Христос, придя в город, изумил весь город Пойдя вот к этому самому грешному, самому неприятному, самому лживому человеку Хотя можно было выбрать бы и поприятнее человека Почестнее, который помогает всем Который и милостивый, который и жертву творит Который и на службы ходит Но при этом Господь идет к самому паршивому человеку На что сердце этого Захея меняется На что он говорит Господи, если я кого обидел То есть взял больше положенного Я возмещу в четверо То есть я изменю свою жизнь Я ее максимально исправлю Потому что он понимает, что не в этих деньгах суть жизни Что не в этом заработки понимания и вся власть его над миром Потому что он так счастья и не добился И действительно, вот уже слушая апостольское чтение Мы можем тоже понять, что когда апостол Павел в один из городов Ефеса Это такой, по сути, мегаполис Мегаполис того времени, соединяющий Европу и Азию Такой большой город, который является и портовым Который является и торговым Где много всякого развращения Апостол Павел ставит Тимофея Апостола Тимофея для проповеди И он указывает на возраст Он указывает на возраст Тимофею Что ты еще мал А Ефес не может принять этого Тимофея И слушать его как наставника Ефес не может его принять как действительно мудрого человека Потому что на то время Тимофею Апостолу было всего лишь 35 лет То есть каким-то руководителем человека тех времен Могли бы поставить столько лишь по достижению 40 лет То есть 35 лет это еще призывной возраст В Иерусалиме призывной возраст был до 40-42 лет Или 45 лет Здесь он получается еще призывной возраст 35 лет парню И вот он уже является наставником духовным всего города Поставленным апостолом Павлом И апостол Павел говорит Вот, да Чтобы он не смущался этим Потому что мы часто действительно смотрим Вот, и как на Закхея На его поступки На его жизнь Либо смотрим уже на другое Что этот начальник еще молодой Он еще ничего не умеет Он еще ничего не знает Но апостол Павел говорит А ты следи за своей жизнью Живи делом, словом Да, вот как у... Даже из этого послания На священнических крестах Да, есть надпись Пресвитеру, дающему образ словом Житием, да, примером Это вот то, что апостол Павел говорит Тимофею Да, образом своим покажи Что ты достиг вот этого звания Что ты действительно можешь быть наставником Несмотря на свои юные года 35 лет И действительно Мы часто смотрим по оболочке По поступкам По еще чему-то Но важно Исходя из вот этих Евангельских и апостольских посланий Нам научиться Всегда Нев зависимости от ситуации Постараться видеть в человеке Какие-то хорошие его качества Они у него есть Но в данном случае Мы можем видеть только лишь его плохие Да, когда приходим в поликлинику И будучи уже там Карточку беря Мы уже поругаемся там со всеми Да, и почувствуем уже ненависть К нам Что нас тут не ждут Да, что нас тут не хотят видеть Да, что мы должны Там человек работает Его можно тоже понять Он уставший Этот человек представляет Что мы все знаем Зачем пришли К кому пришли Как кто там называется А мы пришли Ни слова не понимая Куда мы Как этих врачей называют Да Когда мне надо к глазному А меня посылают к офтальмологу Да, и вот Или как у меня супруга на днях Тоже ехала на троллейбусе И говорит Она русская сама Белорусский никогда не изучала И говорит Мне надо было на октябре выйти На, как это Кинотеатр Как это называется Остановка Кинотеатр Кинотеатр Вот И там Кинотеатр Кострыш Она говорит Да я еду и жду Когда же октября будет Да, то есть остановка И вот она так и не дождалась И в итоге вот На контроль попала Да, да, да А там уже получается Как бы он второй круг поехал Ну, как-то там Вот В итоге Так вот и здесь И мы друг друга Не допонимаем И начинаем злиться Один на одного Другой на другого И в итоге происходит Вот какая-то ненависть Уже сразу с порога Да, когда Понимаем Что нас тут никто и не ждет Поэтому нужно Нужно постараться найти Что-то хорошее В этом человеке Или хотя бы подумать Господи, но дома Этот человек хороший Или вот Вне работы Когда он не уставший Этот человек тоже приятный Да, и когда мы с ним Лично знакомы Мы знаем Насколько он Все-таки добрый И вот Но не замечать его Вот этих поступков Из-за которого Мы его осудим Поэтому, дорогие Будем стараться Стараться быть Все-таки Внимательными Делам Человеческим Которые Порой Человек Скрывает Да, порой Скрывает И не показывает Напоказ Именно вот Доброты своей У нас Там листовочки Да, раздавали Может, или кто-то брал Читал С 20-го по 23-е В город Гоми Прибывает Ковчег С горы Афон С частичкой С частичкой От пояса Пресвятой Богородицы И мощами Акима Иоанна Да, которых Мы на каждой Службе Поминаем Вот Поэтому Есть возможность Приложиться Побывать Возле этой Святыньки В соборе Петра и Павла С 20-го По 23-е число Вот Поэтому Также Там мы повесили Объявление О том, что Уже Когда там 14-го марта Начинается Празднуется День православной книги На первого Печатного апостола То есть Первая печатная книжка И К этому дню У нас всегда действует Акция Когда мы собираем Какие-то книги Либо дома Уже не нужные Но не такие Которые там Уже заляпанные Засаленные Нечитаемые Да То есть Чтобы Зато полки освободили Да На тебе боже Что нам не боже Вот Поэтому То, что мы можем Отдать В какие-то учреждения Учебные Какие-то Дома Где читают Да То есть Где живут То есть Какие-то воинские части И вот уже Собирается фонд книг И организуются Какие-то библиотеки Вот по таким вот местам Поэтому Либо В лавке Можно приобретать Либо дома Какие-то Либо Сами Смотрите Да То есть И уже Сдаем Собираем И Жертвуем Да То есть Такими вот Книжками Для просвещения Для просвещения Наверное Наверное Все Да Литургия Литургия На отдание Праздника Среди Господня Это в четверг В четверг Все Для просвещения Продолжение следует...